Тверской регион занял второе место в рейтинге среди субъектов Центрального федерального округа по организации профессиональной ориентации молодежи и по профобучению жителей, находящихся в поиске работы. Эти итоги подвело Министерство труда и социальной защиты России по итогам 2023 года, отметив положительную динамику качества предоставляемых услуг. А как оценивают эту работу сами жители? Как они ищут себе любимую работу? Мы решили задать эти вопросы на главной улице Твери. И вот, что нам ответили респонденты. Выбор пути поиска работы зависит от вашей отправной точки образования. В вузах и техникумах, как правило, есть центры карьеры, одна из основных функций которых — помочь молодому специалисту найти работу. В университетах, в колледжах устраиваются на практику, осваивают навыки. И потом могут устраиваться в этой организации. У меня таких примеров очень много. Кто-то идет по стопам родителей. Таких тоже примеров и в Твери очень много. И кто-то по душе своей находит занятия и ищет, прохладывает собственный путь. Идет на пролом в одни организации, в другие. Если вовремя не подсуетились или работодатель на практике не увидел потенциал будущего сотрудника, жители Твери прибегают к весьма распространенному способу поиска работы. Через близких и знакомых. Скорее всего, через знакомых, а каким-то сервисом я не пользуюсь. А почему? Не знаю, не пробовал. Не было необходимости. Я тоже не пользовалась. И практически всю жизнь на одной работе. Поэтому даже не знаю. А как вы ее нашли? Я там сама училась. И потом пошла туда работать. Поэтому все просто. Спасибо. Через родителей или, может быть, какие-то вакансии в интернете будут. Скорее всего, через родителей. Родители помогут в этом плане. Они мне подскажут, найдут. И всегда поддержат. Наиболее продвинутые пользователи интернета используют специализированные сайты, где есть поиск работы по категориям и зарплате. А также часто можно разместить резюме и отправлять заявки работодателям. Из тех, которые мне известны, это Авито, это Headhunter, Superjob. Но им я давно не пользовалась. И самой потребности не было. Поэтому затрудняюсь ответить. И знаю, что некоторые люди рекомендуют использовать какие-то сообщества ВКонтакте. Как я понимаю, размещение рекламы для работодателя – это платные услуги. А для тех, кто ищет работу, они подписаны и смотрят объявления там. Первое время, конечно, будет трудно искать. Я лично на своем опыте искала очень долго работу. Бережит туда она помогает. По крайней мере, устроиться, по крайней мере, начать. А потом уже, как опыт работы в какой-то сфере, приближенный к тебе, уже понравился. И уже тогда можно идти на площадь и искать другие варианты. Главное – начать. Я думаю, на бирже труда все туда идут, кому нужна работа. То, если вообще нет выхода, никуда тебя не берут, то первая попавшаяся – это биржа труда. В ходе опроса выяснилось, что жители Твери недооценивают роль органов службы занятости. А между тем, в 2023 году возможности профессиональной ориентации через службу занятости получили более 19 тысяч человек. А к обучению по 105 образовательным программам приступили без малого полторы тысячи жителей. При этом большинство из прошедших обучений, а это 63%, получили новые компетенции по рабочим профессиям, наиболее востребованным в экономике региона. Это оператор котельный, водитель, повар, сварщик и другие. Высокие результаты по нормативам доступности госуслуг достигнуты в том числе благодаря внедрению практики карьерных консультантов, которые помогают обратившимся в выборе профессии. Служба занятости также консультирует тех граждан, которые обращаются непосредственно в службу занятости. Мы рассказываем, каким образом подаются заявления. Те заявления, которые попадают в службу занятости, они проверяются нашими специалистами на предмет соответствия выбранной категории. Также обязательно мы проводим профориентационные тестирования для того, чтобы определить целесообразность обучения в выбранной профессии. А также мы одобряем данные кандидатуры. После окончания обучения жители Тверской области не остаются наедине на рынке труда. Максимально мы оказываем содействие в их трудоустройстве. Повышение профессиональных компетенций для обеспечения трудоустройства населения, развития системы профориентации – задачи, которые были обозначены губернатором Игорем Руденем. Таким образом, в регионе создаются все условия для повышения уровня занятости коренного населения и повышения компетенции работников, что и дало возможность занять Тверской области достойное место в рейтинге по качеству предоставляемых государственных услуг в ЦФО. Субтитры создавал DimaTorzok